Практическая психология Лучше использовать слово самонаблюдение, чем интроспекция Потому что иногда люди не знают или думают, что это слово для психоаналиста и психотерапевта и так далее Нет, самонаблюдение – это как вы наблюдаете на внешний мир и вы самонаблюдаете на внутренний мир Видите, это одинаково, это возможно И самонаблюдение – это посмотреть на свои чувства, на свои впечатления Мы будем взять несколько примеров И я буду вам объяснить и показать, как это возможно формулировать, что мы чувствуем И если мы так и сделаем, тогда мы можем понимать лучше наши проблемы, личные проблемы И если у нас есть формулирование, тогда мы можем решить проблемы Без формулирования проблем невозможно решить Стефан, я правильно понимаю, что издревле люди пытались понять вот этот метод самонаблюдения Они же мудрецы, философы Они пытались прислушиваться к своим чувствам, к своим эмоциям Каким образом это отражается на их самочувствии, на их здоровье Расскажите нам историю, предысторию вообще возникновения самонаблюдения Да, вам нужно понимать, что Анаксимандр, грецкий первый, один из первых философов А потом был Питагор, Талес, Платон, Сократ и так далее Да, Лебниц, я буду сказать И все эти философы, они хотели понимать, что такое я Ну, сам собой, ну, сознание Ну, все равно Декарт начинал сделать самонаблюдение И он был один через войну в маленький дом И он ждал, и он был один И он начинал подумать Я чувствую, я живу или не живу И он начинал подумать И он сказал, если я думаю, я живу Когиту эргосум И отсюда это самонаблюдение Я, ну, трогайте меня, я чувствую, что я живу Да, как мы скажем И он трогал собой через сознание И это был первый шаг, я буду сказать Потом был Кант, который продолжал И устроил как инструмент для посмотреть внутренне себя Как было И начинал такие интроспекции, самонаблюдение Аугуста Кант Я скажу, французский философ Ну, есть на все страны одинаково Потому что это наука Наука, никто не владеет наук Это весь мир И если есть кто-то здесь Ну, это потому что он жил здесь Это не страны, которые дают больше или меньше людей В России должен быть тоже одинаковый Аугуста Кант Который бросил в это самонаблюдение Потому что он чувствовал, что это не научно Это не объективно И поэтому, если это не объективно, не надо использовать Один стороной он был прав, другой стороной он ошибался И кто подтвердил, что он ошибался? Ну, это Фройд, который снова... Вернулся к самонаблюдению К самонаблюдению Он, Фройд, искал за то, что у нас есть скрытое действие Мы делаем вещи, которые мы не хотим сделать Но они заложены с детства в нас Да И отсюда он самонаблюдение начинало сделать Но, к сожалению, в эпохе, где он жил Была проблема про секс Поэтому он концентрировал все свои исследования на секс И он испортил чуть-чуть, что он сделал Но все равно он нашел самые важные вещи Откуда Юнг, Адлер и другие потом идеи Устроили теперь настоящую психологию То есть, спасибо дедушке Фрейду Но мы его оставим и пойдем дальше И вот я знаю, что у вас есть очень умная, славная мама Которая была лично знакома с Поль Диэлем И как раз Поль Диэль особо глубоко уходил в научную часть самоанализа Правильно понимаю, да? Правильно Да, вас это тоже увлекло в свое время? Да Ну, я тоже познакомился с Поль Диэлем Когда, ну, у меня было 5 лет, да, 20 лет Ну, с 16 до 20 я успел познакомиться с ним больше И я использовал свое образование, ну, образование его И в это время он, все, что он нашел через самоанализа, само наблюдение Это было написание на бумаге Просто как кто-то, который пишет То есть, он исследовал и все это записывал, да? И все написал, да Все эти наблюдения он исследовал И за то, что у меня есть порядок, подарок математика Я попробовал переводить это, что он написал Законы математики Да, я хочу сейчас сказать нашим слушателям, что у Стефана великолепное математическое образование Да, вы профессор математики И когда вы уже получили психологическое образование Вы попробовали соединить, что до этого никто не делал математику Законы математики и законы психологии Да, потому что математика, если вы используете латинские слова Это размышлять И если у вас есть инструмент для размышлять Вам нужно, и вы можете использовать такие инструменты Для сделать само наблюдение Извините, если я повернусь чуть-чуть на само наблюдение И почему мы бросили само наблюдение И почему два раза снова мы исследовали Одно и то же Одно и то же Потому что если у нас проблема, это как физика Нам нужно наблюдать и как наблюдать на себя Вот это самая большая проблема Есть физика, Эйзенберг, Планк, которые сказали, что нам нужно, Эйнштейн тоже Нам нужно, есть две точные зрения В точке зрения Есть кто наблюдает и кто объект наблюдения А если вы сделаете самоанализ Есть вы наблюдаете на объект, который... Самого себя И это очень сложно Кроме того, как Пальдель нашёл И вот этот очень шаг впереди, совсем новый Он сказал Без методика невозможно само наблюдать С методикой это важно Объясню Если вы виноваты за то, что зло вы сделали Например, вы кричали на ваших детей Или на кто-то на улице Или что-нибудь Вы чувствуете, что это чуть-чуть виноват Да Если вы посмотрите Ну, есть много людей, которые просто подавляют это чувство Самое наблюдение Надо посмотреть такие чувства А, да, я, может быть, неправо сделала Может быть, я слишком громко накричала на ребёнка, да? Или же я при этом теперь же чувствую себя виноватой Виноват И сразу у вас будет чрезмерная вина Значит, что это не вина, которую вы видите Вы увеличиваете вашу вина Потому что если ваша вина так огромна Это не ваша проблема Это не из-за вас Потому что мы всегда ищем повод За то, что мы не посмотрим на нашу ошибку Если наша ошибка так огромна Это не может быть от меня Должен быть от кого-то О внешней вещи или от других Это так срабатывает психика, да? Да То есть, как бы, я накричала, потому что Ну, они же тебя плохо вели Да Так Но при этом я чувствую себя виноватой Да И им тоже, детям плохо Точно, точно И в итоге получается всем плохо Да, и ты ещё сильнее усугубляешь эту ситуацию Да Беру другой пример Вам больше объяснить четыре категории Которые Польден нашёл И которые нам нужно взять Поднимать и наблюдать Если мы хотим уменьшивать наш числ То есть, получается, что нам не надо держать одну какую-то часть в фокусе А надо знать вот эти четыре основные точки, да? Четыре, да, правильно Потому что мы всегда видим только один из них Мы видим, когда мы обвиняем Это обвинять кто-то Сразу он знает, что он обвиняет Когда я заплачу на себя Жаловаю на меня Я так и чувствую хорошо Когда у меня есть такое хвастаство Хвастаство Да, когда есть Хвастаство Хвастаство Извините Я Это Для всех это видно Тоже я сам чувствую Вот И четвёртое Когда я У меня есть размерная вина Боже мой Я не умею Я не могу Давайте ещё раз повторим Итак, вина Хвастаство Тщеславие И Сантиментальность Сантиментальность Это чувственность Да, чувственность Если мы можем Например Вы на машине Вы хотите повернуться И никто не пропускает вам Сразу есть Или обвинение Что же это такое Почему они меня не пропускают Да Вот это тщеславие тоже Которое вы обвиневаете И у вас есть тоже Ведь я такая умная и красивая Хочу повернуть налево Почему Никто не видит Кто я Да, да Я по радио Я должен говорить по радио Это очень быстро Я упознаю Как это возможно Хорошо То есть я обвинила всех остальных Да И в то же время Поняла, что Меня никто не ценит Не дал мне Вот это ощущение Важности и нужности И у вас есть Сантиментальность Сразу Вы жаловаете Как бедно Я за рулем Я жду Боже мой Что происходит И Чрезмерная вина Почему я так опоздаю Почему я не пораньше Встала Я буду опоздать Это моя вина И слишком много Вы Чувствую Да Прямо Тяжело Становится Как с этим жить Вот Видите Четыре Чрезмерная вина Чеславие Сантиментальность И обвинение Вот И если вы видите Эти четыре Тогда вы Можете Уменьшивать Вашу эмоцию Да И собираете Тогда Больше энергии Вот что нам Нужно сделать И если вы видите Только за того Что вы Обвините Других Вы думаете Вы не видели Ваше Чеславие Поэтому Ваше Чеславие Остановится Внутренне В вас И сразу На второй Светофор Снова Будет Кто-то Кто-то Опять тебя научит Даст тебе Какой-то Опять урок И когда вы Вступите На работу Вы будете Подумать Про этот Случай Весь день Если вы Не можете Уменьшивать И остановиться Процесс Весь день У вас Будет Такий смысл Боже мой Сегодня утром Они не видели Как я был Важным И весь день Вы хотите Показать Как вы Самый Важный Как самый Важный человек Вы будете Транслировать Всем Окружающим При этом И окружающие От этого Счастливее Не стали Но и вас Это очень Сильно Беспокоит Да Поэтому Без методика Это невозможно Сделать Самонаблюдение Как вы видите Это очень Простой Я не скажу Методика Есть Очень Аккуратно Семь пунктов На каждой Из нее Нам нужно Ездить И оформить И все Один Сторон Это очень Простой Другой Сторон Нам Нужен Кто-то Который Может Нам Помогать Может Быть Пять Сеанс За час Это Не так Много Для Понимать Как Надо Сделать А потом Вы Можете Использовать Эту Методику То есть Правильно Я понимаю Что Эта Методика Очень Доступна Когда Ее Понимает Например Это Является Таким Инструментарием Для Специалиста Специалист Может Объяснить Научить Этой Методике И потом Человек Не имея Даже Психологического Образования Может Ее Использовать В своей Жизни Улучшая Качество Вот Этой Самой Жизни Правильно Правильно Тоже Если Я На Двух Слов Хочу Сказать Как Я могу Вам Помогать Есть Вы Можете Контролировать Ваш Внутренний Мир А Если Вы Используете Какие Либо Поводы На Внешний Мир Что Нависит О Внешний Мир Вы Не можете Контролировать Я не могу Контролировать Какая погода Будет Если Мои радости Нависит О Солнце Боже мой Половине В год Я грустный Вот Поэтому Особенно В наших Широтах Да Ну Сколько Люди Используют За Того Что Когда У меня Будет Красивая Машина Я Буду Доволен Когда Я выйду Замуж Или Женюсь И Тогда Будет Счастье Да А Когда Вы Потребите Ваше Время Весь День Белка В колесе Да Это у нас Так по-русски Как Левый Король Сказал Да Написали Торбиться Торбиться И Когда Ну Жизнь Закончится Вы Посмотрели Сзади И ничего Не получили Ну Поэтому Не надо Использовать Внешние Вещи Я беру Только Один Фраз Как Например Я У меня Есть Тревога По Поводу Моя Дочка Потому Что Она Больна Вот Есть Большой Иллогизм Дочь Это Не Пациент Мама Которая Мне Говорила Про Этого То есть Дочь Это Внешний Фактор Это Внешний Вы Это Не Потому Что Мама Вы Можете Исправить Например Какую-то Ситуацию Да Это Не Потому Что Мама Будет Виноват Будет Она У нее Будет Тревога Что Она Будет Помогать Ее Дочь Оборот Чем Больше Она Будет Чувствовать Виноват Чем Больше Она Переживает Чем Больше Дочь Будет Думать Боже Мой Я Устрою Так Проблем Моя Мать А Оборот Если И Это Не Потому Что У нее Будет Она Будет Волновать За Дочь Что Она Будет Лечить Ее Это Совсем Два Разные Вещи То есть Можно Быть При этом Счастливым Человеком И Лучше Помочь Своей Дочери Которая Через Радость Через Гармонию Через Которую Вы можете Помогать Показать Видите Только Через Один Фраз Мы Можем Начинать Сделать Терапию Уже Да И Это Очень Простое Надо Сформулировать Наши Проблемы Отсюда Есть Иллогизм И Из Иллогизма Мы можем Решить Почему Есть Так же И Исправить Ситуацию Сразу Да Я буду Рад Я буду Честлив Я покажу Как я рад Если я так И покажу Моя дочь Она будет Так рада Тоже И если Она рада Она может Воевать Против Болезни Легче Чем Если Она Чувствует Винов Стефан Правильно ли Я понимаю Что Кроме того Что есть Уже Реально Описанная Методика Самоанализа Там есть Еще и Определенные Законы Которые Соблюдая Мы можем С вами Качественно Улучшить Нашу жизнь Да За 100% Мы можем Собирать Больше энергии Мы можем Использовать Представите Что мы Используем Только 20% Наш мозг Представите Если мы Использовать 100% Наш мозг Все люди Будут Восемь раз Умнее Чем Они Отлично И энергии Тоже Которые Мы можем Собирать Потому что Мы потеряем Так много Времени Так много Энергии Подумать О глупости С утра До вечера Это Зачем Есть Очень Важная Любовь Исследователь Понимать Нам нужно Понимать Чем больше Мы понимаем Что Произошел Чем лучше Мы можем Жить Если мы Понимаем Мы можем Предупреждить Это Сделать шаг Вперед Да Это научно Спрогнозировать Да Наука Это Она может Объяснить И предупреждить Я могу Вам предупреждить Как вы будете Через час Или два часа Если я вижу Что у вас Есть гармония Я могу Вам сказать Что через два часа Вы будете Чувствовать Хорошо Если я вижу Через вас Какие-либо Досады Или Обиды Ну Я могу Предупреждить Что Если вы Ничего Не сделаете Будет хуже И хуже Потому что Есть динамика Мы можем Не стоить Стоить Это невозможно Мы двигаем И наверх Или вниз Или вниз Если Начинает Будет Досада Ну Тогда Вы Подойдете Хуже Хуже И будет А Оборот Если Вы Довольны Если Вы Начинаете Улыбаться И хохотать Ну Сразу Все Будет Лучше Стефан Правильно Я понимаю Что Вообще Знаете У каждой методики Есть Какие-то Возрастные рамки Да И Этим методом Можно работать И с подростками И с детьми Или же нет Это уже Такая Обязательно Должна быть Для всех Для всех От Два года Я буду сказать Да Я беру Две Пример Два года И Девяносто Три Вот Это две Две Крайние точки Какие-либо Образованицы Вам не нужно Образоваться То есть Ребенка Ребенка Можно тоже Этому методу Научить Да Они Ну Для них Мы Простые вещи Мы можем Говорить Очень Через Несколько Слов Образ Сказки И так далее Если мы Понимаем Сказку Да И у вас Есть так много Сказки В России Как прекрасно Золотая Рыба Да Золотая рыбка Да Есть такая Сказка Всеми любимая Вот Вот И что Вы делаете Вы хохотаете Значит Что вы чувствуете Вы сделали Уже Самоанализа Самонаблюдение Когда вы Так Мне говорили Потому что Так Смысл Вы знаете Очень Хорошо О чем Это Сказка Хорошо Еще у меня Такой вопрос Я знаю Что вы уже Обучили Нескольких Специалистов В нашей стране Этому методу Самоанализа Да Да И люди Эти уже Эффективно Работают С клиентами С пациентами Да Это удивительно Для меня Видеть Что я успел Передать Эту методику Через год Метод И что Сейчас Они И что И Для них Для их Пациентов Через 5-6 Сеанс Они Успевают Совсем Измениться То есть Изменить ситуацию Эффективный метод И пациенты Это тоже Видят И клиенты Да В практике И чувствуют А здесь У меня Есть много Пациентов Около Больше Чем Десяти Из больницы Поэтому Это Серьезная Болезнь Которая У меня Есть И Уже Результат Через 2-3 Сеанс Уже Настойчивый Результат Начинает Ну Конечно Для Психиартические Болезни Нам Нужно Больше Время Может Быть Год Может Быть Ну Не Весь Жизнь Не Весь Жизнь Не Вся Жизнь Да Действительно Правильно ли Я понимаю Что У Нашего Региона В феврале Месяце Появится Такая Возможность У Специалистов Да Тоже Обучиться Вашему Методу Да Я хочу Благодарить Ректор Госуниверситета Медицинская Кирова Которая Мне Помогала Искать Возможности И Передать Этот метод Этот метод Особенно Это Важно Вам знать Что это Государственный Университет Медицинский Университет Это И Если Мы Делаем Вместе Сейчас Исследование В больнице Это Уже Удивительно Есть Большой Потенциал Для всех И для Киров Ну а Для нас Это тоже Очень важно Потому что Когда обучают Специалисты Высшей категории Международной Категории Нас И значит Мы Всячески Стараемся Улучшить Свою собственную Жизнь И жизнь Наших Пациентов Наших Клиентов Которые К нам Обращаются Как к психологам К психотерапевтам За помощью Что ж Будем обязательно Ждать Этого курса Обязательно Пойду туда На учебу Стефан И вот смотрите У нас Когда я готовилась К программе Есть такой Очень важный Момент Самоанализом Чаще всего Есть такой Такой Принцип Что самоанализом Чаще всего Занимаются люди Преклонного возраста Которые уже Оглядываются назад Да И анализируют Свой Прошлый опыт Своё настоящее Ну и пытаются Прожить Как-то вот Оставшиеся Дни Года Своей жизни Более эффективно Вот вы говорите Что это От двух лет И там до Ста даже Будет так Да Но Тем не менее Как вы думаете Люди Которые Используют Пожилого возраста Используют Методы Самоанализа Не бывает ли У них Чувство Такого Огорчения Разочарования Что вот Только сейчас Я вдруг Понял Что можно было бы Прожить совсем По-другому Да А эта Большая часть Жизни Была Не Проанализирована Не Трансформирована И её уже Невозможно Исправить Как с такими Ситуациями Вы работаете? Ну Есть много вопросов Внутренне Один фраза Самоанаблюдение Самоанаблюдение Нам нужно Начинать Про себя Все Кто мы Сейчас Это результат Всех экспериментов Которые мы Устроили Весь жизнью В течение всей жизни Да Траматизм И так далее Поэтому не надо Посмотреть Сзади Надо Посмотреть Впереди То есть мы Рекомендуем Не копаться Вот там Внутри Там Как вот Фрейд Говорил В детстве Самоанаблюдение Эффективно Тем Что можно В любом Возрасте Начать Этот метод Использовать Да Или Траматизм Вы решили Поэтому больше нет И поэтому Не надо Посмотреть Сзади Как и был Или Траматизм Траматизм Еще есть Если еще есть Поэтому Сейчас Мы можем Наблюдать И видеть От него Какие результаты У него есть И мы можем Исправить Ситуацию Сразу Не надо Посмотреть Сзади Чем больше Сзади Вы посмотрите Чем больше Вы увеличиваете Ваш аффект И Особенно Это плохой Аффект И вы Ну Увеличиваете Ваш Боль И не уменьшиваете Не уменьшаете Что я предлагаю Это посмотреть Впереди Вот То есть Сначала Сначала Здесь и сейчас Настоящее время И на будущее И на будущее И все Что произошло Самое Трудное Веще Которое Произошло В жизни Это подарок Бога И вы можете Перевернуть На положительные Вещи Все Что было Отрастительное Поэтому Произошло Я Новый Мужчина Я Новая Женщина Будущее И у меня Тоже Если у вас Есть 70 лет Жизнь Впереди Начинает Это Новая Жизнь Которую Я вам Предлагаю Отлично 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 Стефан Большое спасибо Надеюсь Что в феврале Мы с вами Вновь Увидимся У нас Всегда Есть О чем С вами Поговорить Да А все Наши Слушатели Которые Вдруг Если Какие-то Вопросы Возникли Да То У меня Есть В социальных Сетях Страничка Можно Написать Вопросы Я их Передам Стефану И Конечно Вы Потом Нам Обязательно На них Ответите Договорились Это был Стефан Золотарев Директор Высшей Школы Математической Психологии Сегодня В программе Практическая Психология Мы говорили Про такой Великолепный Метод Как Самоанализ Спасибо С крепкого Здоровья Вам И до новых Встреч Спасибо